шалом вы слушаете подкаст чё там у евреев еженедельный подкаст о главных новостях в израиле еврейском мире с вами макс лев и маша здарова привет да давайте начнем с пятиминутки рефлексии для что те было интересного на этой неделе ох на этой неделе у меня было много интересного но я не все могу рассказывать то есть на самом деле самым интересным была моя поездка на голланды который был опять на субботу это был trip про эти вещи осуждая обычно рассказываю только в телеграм-канале там уже есть три при порт так что заходите на канал лев дрочит буквы в пустоту и там есть три репорт у меня есть отличная для вас история но я вам ее не расскажу и ты как почтальон печки на практически я рассказал где она где можно прочитать давай так первое второе на неделе не было новостей потому что единственное что я делал это работал и играл в диска или зима диска или зима такая игра компьютерная очень клевая очень рекомендую если вы хорошо знаете английский просто пушка отчет за жанр это типа как квест такой текстовый то есть там очень много текста ты читаешь отвечаешь разведешь убийство очень-очень-очень классная игра ты как будто на работе работаешь читаешь много текста отвечаешь на вопросы на ну да да ладно так не на самом деле очень классно вот и из новостей из которые на инвестирую хочу рассказать про то что я купил кроссовки дело в том что это кроссовки фирмы валенсиага знаете что такое валенсиага я знаю да это буржуйская фирма это грузины грузины гвасалия демна гвасали это тот кто мне сказали что это кроссовки для тех кто у кого очень много денег но нет чувства стиля вот я думаю что никто в жизни не заподозри не заподозрил бы что у меня есть чувство стиля но теперь возможно кто-нибудь будет думать что я много денег естественно купил я их не за полный прайс они стоят 2000 шекелей вот я купил их в магазине фактура так что если вы в тель-авиве то знаете что в магазине фактура у юры можно выхватить баленсиагу вот я не скажу что их купил но это будет дешевле чем 2000 шекелей неплохо грамотное капиталовложение для посмотрим как отразится это дальше на твоей личной жизни вот эти новые красоты мне уже написал восемь женщин мы соревнуемся с тобой за позицию директора по финансовой грамотности нас просто был в комментарии комментарии в ю тубе по поводу моего подхода к скачиванию приложения spotify что я его не скачивала не потому что его не было в россии а потому что просто дешевле но кстати как выяснилось цена одна и та же три с половиной доллара но я знаю для украины стоит три с половиной доллара это почти двадцать шекелей те же самые что я плачу здесь вот так же а простите да я плохо считаю я выбываю в первом раунде отличный баттл был по финансовой грамотности я слабое звено так ну неделя что неделя странная неделя непростая неделя ну я ищу квартиры продолжаю сейчас я ищу саблеты если вы думаете что найти саблет легче ты пояснишь такой саблет для людей которые не в общем-то в общем-то в любое время да и оказалось найти такое тяжелее чем найти обычный ты часто просто еще картинки не соответствует реальности это как немножко соц сетей да вот ты смотришь кто-то красивый самом деле квартира не она вообще выглядит не так вот я пришла на одну квартиру поставить это вообще они даже и не достроили уже сдают балкон смотрите этот краж балкон а там лежит плитка которая не только собираются положить на этом был смотри плитка на балконе на балконе все плиткой лежит на боку не живет все логично еще плюс очень смешные вещи там например ты открываешь дверь чтобы пройти в другую комнату ну ведь там уже есть несколько комнат это плюс и она упирается в шкаф которая просто не по размеру ты не можешь открыть эту дверь в каком-то реально находишься в каком-то мире где тебя хочет хотят извините обмануть или ну ты вроде видишь эти все вещи то есть даже тебе не замыливает мне кажется начинающих фотографов нужно искать по фотографиям квартиры ты просто смотришь на фотки квартиры приходишь и понимаешь этот человек умеет фотографировать как он смог из этой квартиры сделать на фотках отличную они часто могут мне кажется поставить фотографии которые то что они получат по итогу то есть есть же планы вот эти там но дизайнеров не дизайнеров интерьеров того что получше после ремонта когда но часто я понимаю корона там и видимо что не просто презентацию не закончили у нас тяжелое время бывает другое бывает что типа на фотографии как фотка табуретки фотка табуретки там и улыбаешься ребенок этих людей просто там реально фотки квартиры там половину снимает ребенок вот а ты приходишь там хоробу задешево такое тоже может быть то есть но типа в общем это работа в разные стороны да интересно я понял для себя что я ненавижу пляжи мы ходили вчера с машей к нашему другу тимуру маша его на день рождения он помогал нам первых подкастах вести был нас ведущим вот и он отмечал его на пляже было много людей было хорошо весело но утром сегодня я проснулся и я понял что у меня в песке абсолютно все у меня телефон в песке у меня наушники в песке у меня песок в зубах он хрустит мне кажется до сих пор у меня песок был везде и я меня это жутко бесит потому что ты его нормально даже и отмыть не можешь то есть он все равно где-то остаются эти песчинки и я в который какой-то момент подумал почему мы не в крыму где есть галька просто где камни где нет этого песка вот пожалуйста присоедините крым к израилю к тель-авиву не знаю про песок но когда я открыл рюкзак у него из него вижу муравей отлично я думаю что вот если я от муравейка откажут меня дома все нормально и разберутся с закладчиком так давайте перейдем к новостям новостей было не очень много на этой неделе и они все были про коронавирус мы всегда так говорим а потом на 80 часов мы просто любим обсуждать не новости а все что кроме новостей так значит на прошлой неделе мы говорили что юлия дельштейн это министр здравоохранения сказал что если количество инфицированных в день будет превышать 2000 то введут полный карантин тотальный локдаун все закроют у нас цифра приблизилась 2000 чем-то было 1800 что-то там и уже поговаривали что все закроют вот но в итоге они решили закрыть только вот то что мы говорили бары рестораны все остальное и в какой-то момент произошло очень странное событие что люди которые работали владельцы ресторанов они сказали что нет мы не будем ничего закрывать мы уже нарезали салата накрошили значит колбасу что теперь ее все это выбрасывать нет уж мы все будем пока вы не придете лично не не дадите нам это распоряжение подписанное мы ничего закрывать не будем и также некоторые поступили только рестораны но и бары и они продолжали работать в итоге юлия дельштейн и правительство решила что ладно 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 ребят мы все понимаем но нужно все это срочно закрыть во вторник вот через три дня они хотели закрыть это в пятницу кажется да но закроют только во вторник это не факт потому что многие продолжают ну как бы бастовать и сказали что мы не будем закрывать они объединяются в какие-то свои там ассоциации да и там причем смешно сегодня выпустили типа отчет правительства о том где заразились люди коронавирусом и там с побеждает короче с девяностыми процентами дома то есть условно говоря этой дома находиться димой завося закроем дома в барах в ресторанах очень мало заразились мы реально типа за неделю в барах ресторана заразилось 10 человек слушай объясни мне как можно понять где-то заразился коронавирусом но на самом деле это можно понять если наводить хорошую систему если узнавать про всех где кто всех кто где был цепочки я не пересекаются и прочее да то есть этого не сделано . зараженного и ты понимаешь где-то мог с ними контактировать как у месяц и там утипа ты заранее есть если есть некоторые центры которые обрабатываются данные он знает где я бывал человек который зараженный а потом у не приходит новый зараженный игры где он бывал и ввиду ого есть шанс что здесь потом что здесь что здесь вот таким образом можно работать то есть так это сработало в южной корее которые делали очень подробные, хорошие цепочки заражения. Так они пытались сделать в Израиле, но сейчас этого не делается. Ну, точнее, делается, но, видимо, не так, что невозможно определить. Ну, я читал, что в Израиле большая проблема, потому что у нас работает очень мало людей, этим занимаются, этим занимаются какие-то медсёстры, которые в табличку в Excel вносят людей, где там кто заразился. Да, я тоже это слышал, и причём это показывает, что за полгода эпидемии Израиль не сделал этого. Вот и всё. То есть у них было очень много времени, чтобы научить, чтобы сделать нормальные инструменты. Нет, они этого не сделали. Вот и всё. И было смешно, что они поручили это Шабаку, нашей внутренней службе безопасности, чтобы они отслеживали по телефону, кто где находился. И это сработало таким образом, что многие начали получать рандомные смс-ки, что типа вы контактировали с заражённым, сидите дома две недели. И люди такие, я не сидел, не может такого быть. Оказывалось, что человек мог выйти на балкон покурить, например, с телефоном со своим, а рядом под ним проходил по улице чувак какой-то заражённый. И раз он, теоретически, он находился на одном уровне, то есть телефон-то не измеряет высоту на какой-то находился, точки совпадают. Ну всё, контактировал, до свидания, сиди дома. Вот, так что тут тоже были сбои, и в итоге, потому что это Шабак как-то анонимно смс-ки отслал, то не мог, некуда было звонить, и чтобы, как сказать, оправдаться или какие-то пояснения внести, то есть не знаю, куда нужно было кричать. Да, у меня знакомой такое пришло, она говорит, я вообще в тот день не выходил из дома. Так и было. Нужно было накричать террористы, Аллаху Акбар, и тогда бы сразу связались. Нет, там был телефон, там не брали трубку, как обычно, то есть, ну, свои приколы. Да, есть такие проблемы тоже. Но на самом деле есть проблема, что правительству очень не доверяют, почти все. Расскажу про скандал комиссии, там вот такая история, что поручили закрывать всё, что можно, в том числе, допустим, бассейны и спортзалы. По специальному закону, который принял КНЕСТ, они обязаны получать подтверждение комиссии КНЕСТа по коронавирусу. Ну, перед тем, как эти меры вступают в силу. Ей руководит депутатка из Ликуда, Шоша Битон, по-моему. Да, Шоша Битон. Что-то такое. Вот, она, причём не чистая ликудница, она была раньше в Куланов партии. Вот, и, короче, она посмотрела все эти данные, про которые я вот говорил, что где возразились дома, где возразились там в ресторане, там дома там 5000, дома 10 человек. То есть, вот такие примерно там данные. То есть, настолько смешно, что странно. И там вообще было очень мало людей, которые заразились в спортзалах и в бассейнах. И она сказала, что давайте закроем всё, кроме спортзалах и бассейнах, потому что зачем? Там не заражаются, там можно выстроить эти самые большие, они большие, да, там большие зоны. Там ещё проблема была в том, что у них не было нормальной статистики из-за того, что мы сказали, что не ведутся расследования так толком. И поэтому правительство решило, что раз у нас не статистики, то давайте закроем всё. Ну, типа да. Они такой логикой руководствуются. А комиссия решила копнуть глубже, посмотрела всё это дело, решила, давайте закроть всё, окей, хорошо, кроме бассейнов и спортзалов. Я лично вижу логику, потому что если говорить про ресторанные и бары, то кроме того, что мало заражаются, они ещё очень тесные. В Израиле очень маленькие рестораны и бары. То есть, не знаю, видели большой ресторан, я фиг его знает. Вот они все очень такие компактные. Ну, вообще ресторан не видели. А, ну да? Ты не ходила, да? Ну вот, Маша не видел ресторан. Мужики, сводите Машу в ресторан. Что за шесть фигня? Что я там не видела? Они закрыты сейчас, конечно. Маш, пошли в ресторан, хочешь свожу тебя? А, и всё закрыто. Короче, бары и бой, спортзовые бассейны обычно побольше, скажем так. То есть, там это более возможно. Вот. И, короче, в итоге там был скандал, потому что глава фракции Ликудов Нести Микки Зоуар сказал, что ты уварена, мы тебя отстраняем, там уйдёшь. Потому что она пошла против политики партии. Ну, по сути, она пошла против правительства. Правительство, кстати, всем партия. Вот. Она, по идее, она сказала, она очень хорошо. То есть, если честно, у меня респект к этой женщине дико вырос, потому что на фразу типа, твоя карьера закончена в политике, то есть, ну, там вот так вот на неё прям ругалась её же партия в лицезме Микки Зоуара. Она сказала, слушайте, моя работа, это контролирует правительство. Я вот глава комиссии Кнессета по коронавирусу. Если я вижу, что вы там делаете какую-то чушь правительству, я это говорю, моя позиция такая, можете меня наказывать, можете делать что хотите, вот моя позиция такая. За неё заступились, соответственно, Кохоли Вован, за неё заступилась оппозиция, за неё заступились, ну, все остальные, кроме Ликуда. Вот, ну, и вот сейчас выясняется, что будут делать, потому что Кохоли Вован заявили, что они лично проголосуют вместе с оппозицией против... Ну, если будет вынесен закон, ну, о смене шошебетон, то Кохоли Вован проголосует с оппозиции. То есть, снова тёрки в коалиции, снова там пытаются... В общем, интересно, чем закончится, потому что, ну, на самом деле, я лично считаю, что если её сместят, то просто Биби потеряет вообще любую критику со стороны. То есть, ну, типа, получается, что никто не может ему перечить вообще, он не готов слушать никакую критику. Так, они даже, они провели закон, который говорит, что они могут без решения Кнессета утверждать какие-то вещи. Не, ну, именно, что они могут без решения Кнессета делать запреты по коронавирусу, но с комиссией, вот с этой комиссией. Потому что и руководить типа Ликудница. Вот. Но Ликудница тоже сказал, что вы делаете чушь, господин Нитаньягу. Вот, и он и не обиделся. Посмотрим, что был обидчивый. Да. Всё, заставят ретвитить, извинения. Можно ещё рассказать то, что ты упомянул про протесты, которые были огромные в Тель-Виве? Да, вот как раз то, что я говорил, что большинство людей уже не верят правительству, в принципе, и премьеру в частности, в том, что они нормально разруливают кризис. Вот, ты веришь, Маша? Не очень. Маш, во что ты веришь? Ну, не, ну просто не в той позиции, опять же. Мы это обсуждали, что... Ну, если ты сложная опять, полезьте в очень полярные мнения, видения, которые люди без работы... Но это очень тяжело в этом разбираться. Мне кажется, я не в той позиции, чтобы судить. Ну, потому что я хожу на свою работу, зарабатываю деньги, и мне, ну, тяжело понять, что чувствуют люди, которым сейчас не на что вообще жить. Окей, хорошо. И я могу понять их гнев и ярость, и их протесты, и их злость. То есть мне это понятно. Вот, но судить как бы правительство, то, что они пытаются сделать, мне тоже тяжело при этом. Потому что вроде как они пытаются спасти жизни. Это, я думаю, основная... Это их работа, по идее. Да, но при этом экономика падает. То есть мне правда тяжело судить об этом. Спасибо, Маша. По-человечески. Это правда тяжело судить, но в Калинии была огромная демонстрация протеста. Мы про нее говорили в прошлый раз, и она была реально достаточно большой. И главное, что потом еще была большая демонстрация около дома Нетаньягу, по-моему, в Версалиме, в Версалиме, перед резиденцией. И настолько она была жесткая, что начались аж на столкновения с полицией. То есть этого вообще давно не было. То есть обычно у нас протест мирный, но сейчас люди офигели и бастуют. Они начали прикрывать дорогу, трамвай, который там ходит. Прорываться к резиденции. Да, кордон, и в итоге их разгоняли водометами. Это и сегодня, по-моему, вчера было то же самое еще. Да, да. То есть реально протесты пришли в такую стадию, что люди реально... Ну, им нечего есть, им нет работы, и они не видят, как это изменится. Там даже была история такая, что они попытались... Чёрные флаги, это есть организация, которая борется против Биби, и вот против власти. Мне нравится, вот они стараются с ней бороться разными протестами, акциями. Они разбили палаточный городок, там рядом с резиденцией Нетаньягу, собственно. Это был такой же протест в 2011 году, когда израильтяне бастовали против дороговизны жизни. Да, тогда они разбили палаточный городок в Тель-Авиве. И это привело к небольшим изменениям. И сейчас они разбили такой же возле резиденции Нетаньягу, но этот городок разогнали, короче, ребят, снесли эти палатки. И, собственно, это спровоцировало дальнейшие протесты, дальнейшее насилие. То есть поэтому люди попытались там начали крушить, ломать понемногу, и их начали разгонять уже водометами и прочими средствами. Вот, да, ситуация накаляется. И, грубо говоря, ну и правительство показывает, что у них за полгода после первой волны не добавилось новых мер. Ну мы так говорили уже, да, типа, что вот они тогда закрывали, сейчас закрывают. То есть ничего нового, ничего умного, ничего не придумали. А что можно придумать? Нет, ну вот можно было сделать нормальный штаб коронавируса, который бы отслеживал цепочки зараженных. Можно было бы понять, где, лучше понимать, где происходит эпидемия, и закрывать точечно. То есть, ну вот это можно было сделать. Этого не сделали, это все видят. Вот, плюс все видят, то есть, условно говоря, я ношу маску почти всегда, то есть у меня были проблемы с тем, что я забывал ее, но потом я постепенно перестал забывать. Но я вижу кучу людей, которые забивают на маске, и все видят людей, которые забивают на маске. То есть тут, ну, как бы, есть люди, которые винят людей, но я считаю, что если ты правительство, а люди тебя не слушают, то это проблема твоя, смысл, ты, значит, либо недостаточно авторитетное правительство, что тебя не слушают, либо ты не смог донести до людей точку зрения. Вот. То есть со мной, допустим, согласны, ну как со мной согласны? Со мной согласны многие. Нет, я читал, допустим, интервью чувака из Ешатит, очень клевое, и он тоже говорил про этот центр, и он же говорил, что типа, мол, из информирования у нас есть только не Таньяков, который говорит по телевизору постоянно. То есть нету того, что работа идет на местах. То есть у локальных комьюнити, грубо говоря, чтобы... Там нет такого, что лидеры местных комьюнити рассказывают членам этих комьюнити про маски. То есть, например, вот у вас есть Машихаус, у вас есть комьюнити размером в пару тысяч человек, например, да? Ну просто для примера. К вам же не обратилась там условная мэрия Тель-Вива, скажет, слушайте, ребята, у вас страница большая в Фейсбуке, можете для своих на русском написать, почему важно носить маски. Вот, например, такой работы не было. А это очень важная штука, потому что люди могут послушать вас, а не послушать правительство, потому что вы для них ближе, вы для них на расстоянии вытянутой руки, а правительство вон там. И вот если вы им говорите, они такие, ну слушайте, если Маша говорит, ну, наверное, это правда, наверное, нужно носить маску. Такое может быть. Вот, и эта работа тоже не была сделана. То есть, по сути, было мало сделано, вот это все. Да, ну, кстати, хорошее замечание. Мне кажется, это могло помочь. Да, да, Машихаус сила. Естественно, мы бы повлияли вообще на всех. Мы бы сейчас в Харидим еще занесли туда вообще сказали бы объяснили. Нет, Харидим отдельная тема. То есть, на самом деле, ну, Ксения Светлова писала, что арабы очень много сделали, арабские партии большую компанию сделали у себя, тоже рассказывали про маски, личный пример, всем все рассказывали. То есть, ну, в таком духе, это тоже возымело эффект, на самом деле. То есть, мы сейчас мало слышим, например, кстати, мы мало слышим про то, что в арабском секторе жопа с коронавирусом. Ну, там в Яфа были проблемы. Ну, были, но нет такого головального. Зато мы все знаем, что в секторе Харидим с ним жопа, вот, ну, то есть, например. Да, там очень большая статистика, вроде бы, треть всех зараженных, это как раз в ультрарелигиозных городах произошло. То есть, это очень много, там, по соотношению. Ну, там, если 6 тысяч, там, у нас, ну, не 6 тысяч, сколько там, сейчас, 1600 в день, то есть, значит, 500, они, там, условно говоря, среди Харидим, это очень много, вот. Мне кажется, что они, может, вообще не знают, что делать уже. То есть, они, ну, как бы, был этот жесткий контроль, когда был введен карантин, ну, который вот этот тайный, и все, вроде, не было там выбора, не послушаться. Ну, все сидели по домам, и все, ну, и когда нам казалось, что Израиль, в принципе, ну, удалось как-то перевалить эту волну, да, и что, я не думаю, что стратегии, к сожалению, которые в правительстве, наверное, должны тоже работать, как-то они понимали, что будут еще волны, не одна, и плюс, получается, давление, что, ну, можно отпустить, как бы, ситуацию, и люди тогда будут умирать, но, не знаю, будет, все работает. Смотри, тут такая история, это права, но, грубо говоря, есть другие страны, у которых не было такой фигни, у них была первая волна, а потом более-менее ровная плата. Вот это Корея, это Германия, это большинство стран Европы. То есть они смогли. Ну, я думаю, что Израиль надеялся, что так и будет. Нет, ну, они не то, что надеялись, они делали другие вещи. То есть Южная Корея сделала как раз-таки очень массовое тестирование, сделала оперативный штаб по отслеживанию цепочек, и у них это получилось. В Германии тоже там у них виновата церкви были. Ну, там было, было проблем, даже это они перебороли, понимаешь, вот. В Германии тоже, там, типа, они очень хорошо управляли, так что у Меркель рейтинг вырос, насколько хорошо они управляют всей фигнёй. Вот, в Израиле, типа, они, может, понадеялись, но сделают, а ничего не сделали. То есть я к тому, что у них было перед глазами много успешного опыта, который можно было использовать, но они этого не сделали. Больно, у Меркель там сама, она ближе к народу, она там такую речь толкнула, что я сама такая, ну, она как бы человеческим языком объяснила, как бы, что, как происходит, и, ну, то есть, ближе, чем... Зато у нас Биби говорил, что... Монщик хаос даже. Я понимаю, я понимаю. Зато у нас Биби говорил, что вот ему звонят другие лидеры и спрашивают, как вы так хорошо справились с коронавирусом в Израиле. Ну, это было как раз, когда первая волна закончилась. Да, первая волна, ну, смотри, после того, что они расслабились. Ну, и так и было. Да, да. И они не... Вот, ну, то, что мне кажется, что должна была какая-то стратегия на случай, что всё пойдёт плохо. Да, у них не было. У них не было. У них был план, и они его не придерживали. Если хотите ещё немножко левизны, то, по-моему, та же Ксения Светлова писала, что... А, нет, это тоже было в интервью. И чувак, я шутит, извините. Ну, он писал, что в чём проблема? В том, что у нас Нетаньягу, он не ставит сильных людей на сильные позиции, потому что они потом могут дать делать ему политические проблемы. Ну, конкурентов устраняют. Ну, да, он из Ликуда устраняет конкурентов. То есть, например, в Ликуде есть второй лидер Гидиоансар, который оспаривал Ликудс на Нетаньягу, он проиграл ему на праймерис, но, тем не менее, это, типа, один из лидеров Ликуда. У него есть реальная поддержка в партии. Является Лисарр министром? Нет, не является, он просто член Кнессета. У них, допустим, есть Нирбаркад, который бывший стартайпер, бывший IT-менеджер, бывший мир Иерусалима, вот, достаточно успешный, по экономическим показателям Иерусалим, там, при нём, он достаточно нормально развивался, вот, тоже мощный чувак. Он метил на министра экономики, там, какой-то министр, но он сильный управленец, сильный, возможно, лидер. Он не получил никакого портфеля, вот. И в этой ситуации, по корону, да, если бы они сделали нормальный центр работы с коронавирусом, поставили бы им руководить мощного чувака с хорошими полномочиями, он неизбежно, если бы у него получилось, получил бы народную поддержку и любовь, вот. И у него был бы, это была бы конкуренция для Биби. Ставить руководителя чувака не из Ликуда он бы не мог, а лидеров Ликуда он не хочет себе взращивать, поэтому он никого не поставил, поэтому он остался, по сути, во главе с самым коронакризисом, ну и, короче, вот они ничего и не сделали, вот всё. Ну, всё, развалил по фактам, читай. Ну, не, вот, чувак из Ешатит, и я с ним в этом согласен. Ну, там вообще интервью звучит очень логично. Да, да, и он со мной тоже согласен, мы с ним на одной волне. И мы согласны. Тут диван ливизны, как известно, вот мы здесь все. Да, в общем-то, посмотрим, протесты продолжаются. Вчера был большой протест в Иерусалиме и в Тель-Авиве, вот у нас тут рядом по улице Шенкин вчера вечером шла целая огромная толпа людей с барабанами, которые кричали, Биби Гэть, вот, и всё такое. Вот, и, грубо говоря, эти протесты, там было забавно, что после протестов Биби и Израиль Кац, это наш министр финансов и его соратник, выкатили сразу экономическую программу, типа, помощи всем людям, то есть, как в США, там, дали всем 5 тысяч долларов. Германии давали тоже. Германии тоже давали всем деньги, вот, а у нас тоже решили дать поменьше, то есть, они хотели дать 750 шекелей на каждого обычного человека. То есть, это 200 долларов. Ну, да, 200, 2500 на семью с одним ребёнком. И 3000, по-моему, на семью с двумя ребёнками больше. Вот, что-то такое. Вот. Они этот план выкатили очень пафосно, но сейчас, сегодня буквально были новости, что этот план пока что немножко откладывается, будет изменяться, потому что кабинет решил, что это будет не так эффективно. Потому что история в том, что они, что они хотят, они хотят, чтобы деньги кинуть в экономику, задать людям, а люди пошли бы в магазины и купили бы на них, там, товаров и услуг. И, естественно, типа, вот. Ну, скорее даже не в магазины, а больше услуг, потому что магазины, так люди ходят, покупают еду себе. Ну, я имею в виду, что они вернулись сразу вот на рынок. Ну, да, чтобы экономику стимулировать. Вот. Ну, и они опасаются, что если дать деньги всем, то часть денег идёт богатым людям, которых у нас половина, не знаю, нет, не половина. Вот. И они ничего не потратят, будут их копить, и деньги не вернутся в экономику. Ну, я читал, что вот 3 миллиона израильтян не нуждаются в этом никак, то есть они состоят там средние, выше среднего класса, деньги, которым они не нужны. Но в чём, почему? Я, честно говоря, мне понравился этот план, но я тут выступлю в поддержку Биби, немножечко, вот, потому что мы слышали в прошлый раз ты рассказывал, что они выделяли когда помощь, половина денег просто не дошла из-за нашей бюрократии, потому что, чтобы получить помощь, тебе нужно ставить какую-то заявку на сайте, сайт не работает, сайт только на иврите, половина людей вообще не понимает, куда клацать, они звонят по телефону, телефоны не работают, в общем, люди не могут даже ставить заявку, всё это очень долго рассматривается. Преимущество плана Биби, что ты просто всем рассылаешь деньги, не нужно никого проверять, ничего. Ты просто всем отсылаешь сразу деньги, все их сразу быстро получат. Согласен, это плюс этого плана, я не спорю, правительство спорит, они хотят сделать это более точным, то есть тем, кому нужно, да, тем, кому не нужно, нет. Ну и, в общем, они сейчас это будут решать, посмотрим, как это будет, на самом деле, непонятно. И последняя новость из коронавируса, она смешная, это то, что у нас вторая волна, она уже мощнее, чем первая, то есть если на первой волне у нас пик по заболеваемости там был 850 человек в день, то сейчас у нас там 1800 в день, как бы уже гораздо больше. У нас коронавирусных и тех, кто, скажем так, карантинников эвакуируют в отеле, вот. И их там всё больше и больше, и если в первую волну их там всего было в сумме 2500 максимум, то сейчас уже 4500. И они понимают в армии, там, в Министерстве обороны, что, возможно, скоро отелей-то и не хватит. И начали думать, куда девать. То есть у них ещё основная проблема, что нужно эвакуировать людей из, как раз таки, ультра-отодоксов. Я не знаю, в статье не было объяснено, почему, но скорее всего, потому что, во-первых, их много, во-вторых, они живут очень кучно. И то есть если у человека семья из 10 человек, и у них там трёхкомнатная квартира, то его очень сложно там каким-то образом изолировать. Его обязательно нужно куда-то увезти. Ну и они раздумывают над тем, чтобы снимать круизные лайнеры для этих людей. То есть они все будут блевать. Ну, нормально. То есть они хотят оседлать вторую волну именно на корабле. Ну то есть то, для чего и нужен корабль. Да, да. Ну ещё мне понравилась концепция, что, типа, арабам не удалось скинуть евреев в море. Возможно, короне. Ну, надо, чтобы они их просто не отправили в другую страну. В суши Харидии? Ладно. В Броклинд. Пусть плывут в Крым, собственно, и особенно осваивать его, так сказать, менять. Вот у тебя на Крыме сегодня, а? Надоел песок. Дайте, дайте гальку. Чёртов песок. Ненавижу. Такие новости. Такие новости. В эфире рубрика совместно с порталом Jewish.ru. Глобальные евреи. Да, где мы расскажем про какие-то интересные материалы, которые там вышли за неделю. Да. Они нам присылают рассылку. Ой. Они нам присылают рассылку, а мы выбираем интересные сами. Да. Вот нам понравился материал, который рассказывает про... Можно назвать это стартапом. Еврейским кладбищем. В общем, в 2007 году 20-летний Бениамин Беленький из Беларуси случайно оказался на еврейском кладбище, случайно просто забрёл туда, искал Wi-Fi и нашёл еврейское кладбище, видимо. И он понял, что кладбище заброшено в плохом состоянии. И он решил всё это дело как-то поднять на себе, начать делать какой-то архив, ввести каталог, собственно, тех, кто похоронен на этом кладбище. И дальше он начал предоставлять услуги людям, родственники которых находятся на этом кладбище, которые, например, репатриировали в Израиль или живут в других странах, и они не могут ухаживать за могилами своих предков. Но им важно, чтобы они находились в приличном состоянии. И поэтому он наладил такое дистанционное управление, что вы могли за 100 долларов, например, заплатить, чтобы вам покрасили памятник или поменяли его, убрали, положили цветы. В общем, какие-то такие услуги делать. И дальше это всё у него разрасталось. Потом он переехал в Израиль, и вот уже он открыл компанию, которая называется Митсват Эмет. И уже у него там в каталоге 90 тысяч захоронений на территории 8 стран Белоруссии, Украины, России, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Литвы. Сейчас они пытаются даже в Индии сделать свой каталог, что удивительно. Вот такой какой-то такой стартап. То есть человек хотел из каких-то своих добрых побуждений помочь людям, чтобы они могли... Да, но капитализм заставил зарабатывать деньги на этом, да? Ну это социально направленное предпринимательство, так называется. То есть ты помогаешь решать какую-то социальную проблему, плюс ты ещё можешь что-то с этим зарабатывать. Но он говорит, что его все деньги уходят дальше на развитие проекта. То есть он дальше расширяет каталог кладбищ. То есть в Израиле есть похожая компания, которая здесь занимается израильскими кладбищами. То есть точно так же у них есть список. То есть вы можете найти каких-то своих родственников, если вы не знаете, где они похоронены. Например, вы можете найти, где они есть. Если они есть в каталоге, можете найти, где они похоронены. И, не знаю, как-то сходить на могилу или заказать какие-то дистанционные услуги. Сейчас люди сидят, вот чтобы мы так документы свои подтверждающие евреиство легко находили. Ну, кстати, интересно, может ли считаться могила подтверждающим документом? На самом деле иногда консулы просят сфотографировать могилу бабушки, прабабушки. Это подтверждение смерти, типа? Ну, это, типа, не является достаточным условием, скажем так, но можно просто дополнительно потребовать. То есть, типа, принеси документ такой, документ такой, документ такой и сфотографируй могилу бабушки. Ну, то есть, вот, можем сказать, что как раз Бениамин помог вот людям. Теперь они могут знать, что фотографировать, где фотографировать. Вообще, с такой компанией не было бы книги и фильма, и всё осветилось. Элайджа Вуду не нужно было никуда бы ехать. Ну, не знаю, если вы смотрели этот фильм. Да, фильм отличный, где Элайджа Вуд... И всё осветилось по книге. Элайджа Вуд в роли еврея приезжает в Одессу, где его вокалист Гоголя Борделла везёт на кладбище искать там своих предков. Вот, это очень смешной фильм. Ну, такой стереотиповый смею, там, про Украину, про евреев, вот, но в целом забавный. Он, типа, документальный? Нет, художественный фильм, но он основан на книге. Понял, прикольно. Да, фильм-фильм кайфовый, вот, можете посмотреть. Его могло быть не быть такой, с таким сервисом. Да, это просто. Ну, вообще, да, с Беларуси занятно, потому что даже я вот сейчас могу вспомнить проект, тоже мальчика, ну, знакомого Грише Хейфца, который делает в Беларуси проекты «Белорусские штеклы», то есть он тоже, это как арт такой ваш проект, то есть это фотографии штекл, там тоже, там есть фото и надгроби разных, и кладбищ, каких-то мест, то есть, ну, его посыл в том, что он хочет, чтобы, ну, вот, еврейская история Беларуси, чтобы она не была каким-то отдельным пластом и куском, ну, какого-то этноса, да, а чтобы это было, как, ну, общая история всей страны, чтобы это было как-то вклиняно, да, в общий исторический пласт, и, ну, вот, да, я просто вспомнила об этом ещё в проекте. Прикольно. Ну, на самом деле, да. Ну, он популяризирует ещё и саму историю, там тоже, я читала интервью с ним, он говорит, что, например, ну, Польша, да, которая давно поняла, что, ну, там, польские евреи, это не что-то отдельное, и всё, что там происходило, это, ну, огромная, да, часть истории Польши, они, как бы, вот, к этому относятся, как к своей истории. Чуть-чуть всего не очень хорошая история. Ну, да, но, тем не менее, тоже можно сказать, что, ну, это история евреев. Ну, да. Ну, сорян, я не знаю. Плевать, мы поляки. Ну, типа того. Ну, и он, как бы, хочет, чтобы это всё воспринималось как единое целое. Ну, интересный проект, там есть открытки, даже в Израиле продаются эти открытки, есть футболки, там, сумки. С фотками могил. Не только, там есть штэтлы какие-то фотографии, местечки, ну, еврейские местечки. Это еврейская деревня, считаю, где вот жили по своим каким-то обычным обрядам, чаще всего это было как-то религиозное местечко. Да, я понял. Местечки на идише, слово, мне кажется. Да, возможно. Ну, в общем, да, то есть, что каких-то еврейских мест разных, не только надгробия, но надгробия тоже там есть и видео. Ну, у него такое... Просто чаще всего надгробия — это всё, что осталось от штэтлов. Сейчас их уже нет, этих местечек, и всё, что остаётся, это кладбище, чаще всего. Поэтому... Ну, ещё интересно, что... Ну, вот в школе, я помню, первая вообще поездка, которая в школе у меня была, это была в Беларуси и Литва, и там мы побывали на стольких кладбищах еврейских. То есть, ну вот, и так странно, я понимаю, что у многих поездок есть вот этот вот формат, когда нужно поехать на еврейское кладбище. Например, я знаю, что люди, ну это как я, у которых проблема вообще с амодификацией, и они, может быть, даже не были и на кладбище там нееврейском, да, ну то есть, и, точнее, нет, ну я была, вот как раз наоборот. Но ты не всегда ассоциируешь себя, и непонятно, с кем ты ассоциируешься, с евреем, то тебя привозят на кладбище, значит, вот тут евреи. И показывают, вот твоё место, Маша, вот, когда-нибудь ты будешь здесь. Ну то есть, и странно, ну как бы, да, для меня это было странно, я понимаю, что во многих еврейских поездках реально вот и заходят вот, ну, историю со стороны кладбища, и там, ну, в нашем, например, Штеттлтрип, ну, не Штеттлтрип, который мы делали, вот Маша Хауса. Маша Хауса в прошлом году, да. Мы тоже, да, но там заходили через истории людей, то есть вот те, которые жили здесь, и там именно рассказывали блоками именно про личности, то есть, а есть подход, когда ты помогаешь убирать кладбище, там, ну, реставрация, насколько это возможно, сколько это в твоих силах. Ну, я просто тоже заметил, что у меня еврейские поездки, они ассоциировались с еврейскими кладбищами, и да, насколько вам это знакомо. Ну, я не был в еврейской школе, но первая поездка из Альпана, которая у нас была, но она тоже была на кладбище, на военное кладбище, на горе Герцоге. Там хоронят военных, военных героев, ну, грубо говоря. Вот, кстати, интересный факт, что в Израиле жертвы терактов гражданские считаются военными героями, ну, то есть, жертвы войны, и их тоже хоронят на горе Герцоге. Ну, кладбище на горе Герцоге и белорусские штаты, это просто пропасть между ними. Согласен. Ну, да, интересный проект, интересный проект, почитайте, мы приложим ссылку. Вот, а я бы еще хотел сказать про одну статью на Джовиш Руизе, за этой рассылки вкратце, мы так договорились, что мы будем в одном новосте подробно рассказывать, и про одну вкратце. Вот, там они пишут часто про истории каких-то известных евреев, ну, то есть, не тех, про которых в Израиле все знают, а евреи же не по всему миру жили. Вот, и это прям интересно читать, потому что много евреев живет в Америке, и там у них тоже интересная судьба. Вот, и там есть статья про актрису Аду Менкен, которая, короче, прославилась тем, что голая выехала на коне в спектакле про Мазепл. Вот, и она прославилась тем, что она крутила роман из кучи людей, с боксером, короче, который я бил, с Александром Дюма, с Чарльзом Диккенсом и так далее. Вот, и, короче, я так скажу вкратце, статья очень интересная, судьба этой женщины очень интересная и очень насыщенная. То есть, она состоит прям из коротких фактов, что сначала она была с этим мужиком, потом она перехала к этому мужику, он ее бил, она с ним развивалась, переехала к этому мужику, он ей посоветовал пойти туда, она решила пойти в театр. То есть, ну, все это она делала голая на коне, пережила? Нет, все это она делала одетая, и ее карьера актрисы не очень складывалась. Вот, и в какой-то момент, короче, она там, у нее были очень большие амбиции, но у нее ничего не получалось, что она была не очень хорошей актрисой. И в итоге она еще умудрилась кому-то родить мертвого ребенка, сказала, что, господи, за что мне все это дело, елки-палки. И в конце концов ей дали эту роль выехать голой на коне, она произвела фурор, приехала в Англию и произвела там еще один фурор, все офигели, потому что Англия была более пуританская, чем Америка. И, короче, в итоге, то есть там еще история, она колесила по миру с этой пьесой, и потом она умерла, и там написано, умерла в возрасте 33 лет. Я такая, что, блин? То есть у нее было столько событий, что я вообще в шоке был, что ей всего 33. Я думал, что она лет на 60 уже нагуляла, вот. А ей было всего лишь 33 года. Преимущество старого мира. У тебя нет Нетфликса, тебе не нужно смотреть сериалы, тебе не нужно слушать новости, смотреть фильмы, «Игру престолов», «Десять сезонов друзей». Вот, куча времени можешь заниматься тем, что переезжать на коне. Да, ну, короче, интересная статья, прочитайте просто, что она интересная, скинем ссылку. Ну, давайте к нашей любимой рубрике, по крайней мере, у Маши эта любимая рубрика, рубрика культуры. Да, мне кажется, что основные мероприятия, они уже нерелевантны, можете проматывать эту информацию. Мне кажется, что то, что я рассказывала в прошлые разы, это все мероприятия отменены. Да, но я расскажу про одно онлайн-мероприятие, в общем, музыкальное. То есть, есть такое, оказывается, место, я о нем не слышала раньше, «Салон Бен Доса» называется, и они делают серию онлайн-концертов камерных, у них достаточно мило, уютно выглядит их пространство, и всяких молодых музыкантов они поддерживают. Ну, там, каверы поют, да, или израильскую музыку. Ну, в общем, выглядит миленько. И вот, в принципе, всю эту неделю там каждый день какие-то лайф-концерты. И еще я хотела рассказать про танцевальные мероприятия в Иерусалиме. То есть, там такая есть движуха, но, к сожалению, я тоже туда не доехала, они называются как Street Dance League, то есть, ну, лига Street Dance, то есть, они проводят батлы, на которые можно прийти и посмотреть, что для Израиля не очень распространено в хип-хопе и в брейк-дансе. Но в Иерусалиме он сейчас делает, то есть, там суть в том, что они отбирают для чемпионата вот те, кто, получается, выигрывает. Это как такие батловые турниры, да, где человек, который выигрывает, он потом представляет... То есть, не как отборочные. Да, представляет страну на чемпионате, скажем так. И то есть, там отбирают людей, обычно это 16 человек минимум, и то есть, соответственно, каждый убывает, и потом кто-то побеждает. Вот 23 июля, это пятница, если я не ошибаюсь, в 7 часов на Иерусалимской First Station, из-за того, на старая станция. Или старая станция, там есть такой прикольный парк. Ну, не парк был, да. Проходит это мероприятие, было бы интересно посмотреть, может, ты поучаствовать куда-нибудь? Конечно, я брейк-данс, занимался в школе. Это правда. Вот, и там еще было написано, что это год хип-хопа в Иерусалиме. Короткий год. Я такая, блин, так вот почему все так плохо. Да, хрен новенький, они выбрали год. Да, 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 мне кажется, надо не афишировать, что оказывается, это год хип-хопа. Не, ну вообще, я рада, опять же, что такие вещи происходят, потому что очень хочется, чтобы танцевальная культура здесь взращивалась, не только там Гага, да, Батшелла, которая наше все, но и стрит-танц направление, потому что, опять же, много репатриантов, которые, ну, в России, да, очень популярны, танцы, там, все эти шоу, то есть эта культура, она популярна. В Украине то же самое, очень высокий уровень. Сейчас многие ребята сюда приезжают, и они могут хотя бы в чем-то поучаствовать здесь танцевально, потому что, опять же, это проблема, с которой, ну, ко мне тоже обращаются, где танцевать, куда идти, и я такая, сори, сори. И я знаю, обратно в России. Ну, да, не, ну, я рассказываю про то, что есть, но я вижу, что появляется что-то еще, это приятно. И еще хотела сказать про Open Call, неожиданно, от моих знакомых, это такой бренд, они делают принты дизайнерские, называется Urban Legends, то есть они делали коллекции с разными достопримечательностями Тель-Авива, и там сумки, но это достаточно круто выглядит, они рисуют прикольно, тоже две девочки это держит, одна израильтянка, одна, ну, тоже израильтянка, но русскоязычная, но очень давно в Израиле, вот, и мы с ней как-то познакомились, сейчас они делают совместно с сетью отелей Fatal, называется, они, вот, я так понимаю, что будет какой-то новый филиал этого отеля в Тель-Авиве, и они его еще тоже в процессе как-то постройки, я так понимаю, и у них там есть, я не очень поняла в пространстве, как это выглядит, но у них есть там какой-то или холл, или, ну, какое-то большое пространство, которое они хотят отдать художникам, но причем это не речь о как поп-ап-мьюзеем, где там рисуют на стенах, это именно они ищут работы, там, холсты, или скульптуры, фотографии, кто на что гораст, и делают такую выставку, и сейчас опенкол идет до 8 августа, и в сентябре они планируют сделать выставку, но там, то, что я вижу по темам, это они около карантина, то есть там вопросы дистанции, ну, как художник вас понимает, можно по-разному, то есть не обязательно между людьми, то есть в принципе дистанция, да, расстояние, безопасность, то есть тоже, как сейчас социальные процессы происходят, то есть вот такой запрос, но в принципе для художников, кому интересно, до 8 августа можно подать заявку, называется на иврите, это выставка «Бэйн Лэ Бэйн», «Между и между», да, то есть «in between», если по-английски, вот как-то так. Так, сегодня у нас культ просвет, мы говорили, что мы будем обсуждать фильм Рамы Бурштейн «Заполнить пустоту», мы до этого смотрели фильм «План свадьбы», и вот это её второй фильм, уже более драматичный, там почти нет юмора. Это ультрарелигиозная семья. Исталиё. Исталиё, да, кстати, интересно, было забавно. Молодая и умирает беременная жена главного героя, ребёнка удаётся спасти, и вот главный герой остаётся как вдовец с маленьким ребёнком. У семьи, и, собственно, мама этого главного героя хочет его повторно женить, чтобы у ребёнка была мать и все дела. И вот она находит вариант какую-то старую его подругу, которая живёт в Бельгии. И вот как вариант они предлагают ему переехать в Бельгию. Про всё это узнаёт мама умершей его жены, его семья, и она не хочет отпускать, собственно, своего внука в Бельгию, а хочет, чтобы он остался в Израиле, и поэтому предлагает своей младшей дочери выйти за него замуж. То есть получается... 18-летняя. Да, чтобы младшая сестра вышла замуж за мужа старшей сестры. Да. Такой по-моему. Которого она давно знала, воспринимала его как просто члена семьи в таком духе, да. И там ещё... Ну, есть больше драматизма, на самом деле, потому что фильм начинается с того, что у младшей сестры первое свидание, то есть ниши дух, и там три свидания идёт. И вот её сходили, по-моему, на первое свидание с её будущим парнем, он ей понравился очень, она уже не терпелась там второго, там что-то такое. Вот так вот. А тут умирает её старшая, ей говорят, надо, Широ, надо. Да, драматизм, что младшая сестра хотела выйти за своего ровесника, тоже 18-летнего, какого-то перспективного парня, но ей говорят, что тот парнишка слетел, вариант. Ну вот есть другой, давай-ка ты выйдешь замуж за мужа своей покойной сестры. Вот такая идея, соглашайся, даже не думай. И, собственно, на этом строится сама драма, что, с одной стороны, она не очень хочет это делать, а с другой стороны, она понимает, насколько это важно для её мамы, и что вот есть на неё какое-то давление, и тут становится какая-то конфликт семейных каких-то ценностей и её выбора. Вот как-то так, не знаю. Ну да. Ну там мужик сам тоже не то, чтобы гореть желанием, ну то есть потому, что он её считает ребёнком, он тоже видел её там, получается, как она росла вообще с достаточно маленьких времён. Вот. В общем, ну достаточно драма такая, да. Но надо сказать, что не то, что у них разница в возрасте, там 40 лет, что он не дед какой-то. Ну не 40, а 10 лет. Мне кажется, даже может быть меньше. Ну да, не очень много. Ну всё равно большая разница. Он сказал, не, погоди, он сказал, что он вышел замуж за её же... Ей бы ему было 22, на что ему лет, наверное, 25-27 максимум. Ну смотри, если он вышел замуж, обычно первого ребёнка делать прям очень быстро. Ну да. Так что я думаю, что ему года 24 максимум. На такие просто диваны. Так смысле? Нет, если идёт религиозная семья, у них 7 детей, значит, не в браке 8 лет, но это типа закон. Ну там забавно, что в фильме открывающая сцена такая же, как One Orthodox, но там, где её были смотрены, где на неё смотрели. То есть здесь было то же самое, только там, получается, она смотрела на парня. То есть это какая-то вот эта супермаркетная шедушная история. Да, там вообще весь фильм про шедух, и там, кстати, реально показывали ещё других шедухмахеров, которые приходили к её бате там за неё узнавать. И судя по одной из сцен, она была такой, типа, востребованной еврейкой, потому что за неё спрашивал там другой мужик, там прочее, то есть, ну короче, это такая прям... При этом я не почувствовала прям, то есть она как будто, вот было давление, да, о котором вы говорите, но при этом она выражала свои мысли, то есть, ну как бы она говорила, то есть, если бы было большое давление, можно было бы лучше притворяться, но она говорила прямым текстом достаточно, она говорила, что нет, там... Он мне не нравится, да, он говорила. То есть она, ну говорила прямые вещи, что она не хочет, её в принципе, ну никто не заставлял, то есть это были какие-то её моральные терзания, то есть её одну с силком не было такого, согласитесь. Ну да, там было мягкое давление, никто не говорил, так что ты должна, это вот... Они мягко намекали, что вот подумай, это очень хороший вариант. и с людьми она она сочная прямая со всеми там было и и поэтому она сказала и так далее вот и то есть но все какие-то ее моральные терзания при этом я почувствую что носил в какой-то момент ну она как влюбилась у него нет что что как будто он ей приглянулся это показа а вот ты в ее последнюю сцену когда они стоят короче друг друга да и какими глазами на него смотрю меня сейчас будет немножечко спойлеров это вопрос для меня был то есть в чем сама суть она сначала говорит что нет это я не хочу этого делать мне это не подходит и сам собственно муж тоже говорит что это плохой вариант но потом в течение времени муж горит да окей я согласен но сама широ она сначала говорит нет потом она соглашается, и в разговоре с Раввином, когда у него спрашивают, ну как ты его, как ты чувствуешь себя, ты его любишь, и она говорит, это не вопрос чувств. И он говорит ей, самое главное это чувство, и говорит, пошла вон отсюда, раз не любишь, никакой свадьбы не будет. Вот, и потом нам показали, что она просто пишет какое-то письмо Раввину, нам не говорят, что там написано, и он дает добро на свадьбу. И вот этот вопрос для меня, ну, как бы, почему они показали, что, почему, мне не хватало мотивации, то есть что-то произошло, что она поменяла свое мнение, и она смогла убедить Раввина, который показан в фильме, как не тупой человек, то есть он сразу понял, что она его не любит, и он сказал нет, несмотря на то, что вроде бы как, если бы это была критика иудаизма, он бы, конечно, сказал нет, ты должна выйти, чтобы поддержать там свою семью, но он сказал, нет, ты его не любишь, значит свадьба не будет. И мне непонятно, вот этот факт они не раскрыли, они просто это убрали, и в конце сцены, да, собственно, когда она на свадьбе, она плачет, и явно это не слезы радости, вот, так что видно, что она, собственно, заполнила пустоту собой, то есть она как-то себя отдала в жертву, не знаю, какой-то маминым желанием, я бы так назвал. Да, я запуталась там в чувствах и в актерской игре, может, я не знаю, но не очень поняла вообще. Ну вот я лично считаю, что, ну я с Максом, что она не хотела с ней выходить замуж, что да, у нее возникло какой-то, ну, может, влюбленную, нелюбленную, но она начала об этом больше думать, скажем так, в фантазии фильма, но в итоге она просто поняла, что это реально лучший вариант. Ну, неизбежно, неизбежно, да, типа, что, ну, нельзя, чтобы он уехал, чтобы внук там уехал, ну, вот это вся фигня, мама расстроится, ну, мы же знаем, мы же разбирали много фильмов про эти еврейские семьи и что там у тебя мама расстроится, это главный фактор в этой жизни. Ну, это какие-то вот семейные ценности, которые вот, это мем в России, вот эти вот самые семейные ценности, которые пытаются сохранить, и вот здесь тоже это какие-то такие, что вот важно, чтобы у ребенка была мать и что ребенок был ближе к семье, И вот все это на нее тоже давит Хотя давят не прям фигурально, что ей прям Бьют по лицу и говорят, ты выйдешь за него Но как-то на нее это все равно Она это чувствует, потому что она внутри находится То есть она не как ван ортодокс Что она хочет сбежать оттуда У нее нет такого, нет побуждения отказаться от веры Или что ей не нравится община, она хочет Нет, она принимает ее правила, ей комфортно там Но вот есть какие-то вещи, где она Пытается как-то с ними справиться Мне больше всего было грустно Вот этой Фриды Роли, которая просто Каждые 15 минут, ты следующая Ты точно следующая Ты на очереди, просто уже вот Буквально послезавтра ты выходишь замуж Да, это подруга, которая никак не могла выйти замуж Не сестра ее Не сестра разве? Ну старшая сестра ее Ладно, это момент Мне кажется, старшая сестра ее Ладно, может быть, хорошо А еще прикольно, что вот эту Эстер, которая умерла в начале фильма Ее играет Рена Нараса О которой я рассказывала когда-то в подкасте Которая очень, ну она хореограф изначально Но он тоже делает перформансы И вот ее проект You Make Remake, который они делают по YouTube видео Где тоже они обыгрывали вот эту тему со свадьбой, которая была показана в One Orthodox Которая как на поводке Я это называю, когда отец держит на поводке, на поясе, не знаю, дочь И очень интересно этот проект И тоже посмотрите И Рена Нараса, она крутая В общем, фильм, на самом деле, он получил достаточно успешным Он получил кучу призов в Израиле Там 13 номинаций Афир от Киноакадемии Получил плюс на Каннском фестивале Получил какие-то номинации На Венецианском, простите И даже на Rotten Tomatoes у него хорошие рейтинги Вот, то есть, в принципе, его восприняли достаточно хорошо Но он такой вот достаточно артхаусный Да, я бы сказал, что он реально хорошо показывает тему шедуха этого Насколько им все озабочены там, на самом деле Ну, потому что это важная вещь, типа, да То есть, у них есть религия, и очень важно детей пристроить И там есть еще сцена с Раввином Там он уже говорит, у меня 10 сыновей То есть, так и понимаешь, господи, ё-моё И те нужны всех шедухать, блин Да, это на самом деле очень странная сцена в начале Где он на Пурим дает им деньги Просто отлистывая до доллара им А это важно, это же, типа Ну, там эта сцена, ну, Пурим, вот такой праздник Одно из его уважений, это, типа, денежные подарки нуждающимся Вот они приходят и видят, что они нуждаются Вот те деньги А он там, видимо, Раввин, глава общины Ну, у меня, кстати, с этим фильмом И вот последняя мысль была еще ассоциация Я не знаю, кто смотрел фильм Marriage Story С Скарлетт Йоханссон и с Адамом Драйвером Который тоже, ну, такой нашумевший фильм Ну, причем, что он нашумевший тем, что это нарратив От двух людей Там нету никакого экшена Там все происходит именно в экосистеме Ну, диалогов, чувств двух героев И там, ну, нет никаких взлетов, падений Все абсолютно ровно И то, что это, ну, обычная история Это не остросюжетная, да Да, история там о разводе Да, как тяжело на это решиться И почему тогда И там нету какого-то, не знаю, вот этих всех прыжков, кульминации, развязанных То есть, ну, есть понятно, но я думаю, что это нарратив Такое повествование чисто о вот этом микроорганизме двух людей Да, и вот в этом фильме мне отдалось тем же самым Что там, ну, нет каких-то супервспышек изменений Но что есть вот этот вот мир двух людей Который, ну, можно понять, да И который мне тоже кажется, что достаточно частая история Но вот среди ортодоксального комьюнити То есть у меня вот такая была отсутка Нет, фильм интересный, просто чтобы понять Ну, просто заглянуть в это окошко Очень хорошее Да, вот нас кто-то спрашивал, кто хочет немножко понять, что происходит в Израиле Вот, например, хороший фильм про... Можно посмотреть немножко на жизнь, на быт ультра-тодоксальной общины А в плане юмора там вначале была смешная шутка Типа, когда мать готовила дочку к первому свиданию Она говорила, помни, если возникнет неловкая пауза Начинай говорить о там шумике какому-то человеке, видимо Иначе он начнет говорить про Ишиву Ишиву, это религиозная школа, ну и никому это не интересно В общем, интересный фильм, кто хочет посмотреть, она достаточно хороший Да, давайте занонсим следующим, который будем смотреть Это, Маша, как называется? Мактуб 2017 года Мактуб? Да Мактуб Это по-арабски так суждено По-арабски описание, да Хорошо Да, его там сравниваются «Достучаться до небес» или «Подин плюс один» фильм Ну, я бы остерегалась таких сравнений В общем, там какие-то темы подняты Мы разберемся, мы для вас разберемся Если хотите идти вместе с нами Мактуб Да, просто на афише тоже два мужчины Как и везде «Достучаться до небес» И как в горбатой горе Да Все верно Итак, рубрика ответов на вопросы Мы сейчас зачитаем и постараемся ответить на вопросы, которые вы пишете нам в обратную форму Ссылка есть в описании Маш, что там напишут? Да, первый вопрос В 56-м выпуске у Маши Сергея из Грузии Это пишет человек точно, который меня знает Потому что да, это Сергея из Грузии Да, два грузина здесь Вот, они всегда со мной Класс В общем, как и в 59-м выпуске Возможно, этот человек тебе Возможно, этот человек продал тебе эти серьги Нет Ладно Дальше вопрос длинный От нашей постоянной слушательницы безработной из Москвы Это не критика Да Да, мы не осуждаем Это не мой комментарий Ксении, да Она пишет о Не, мы не будем еще зачитывать, потому что там нет вопроса Да, там есть комментарий по фильму То есть приятно, что Который мы смотрели в прошлый раз Прокрасно корову То что люди с нами смотрят фильмы параллельно Это тоже Очень приятно, да Спасибо за мнение Если вы хотите пообщаться с нами, то Ну, либо в чатике патронов, либо лично куда-нибудь пишите Либо в комментарии на ютубе Там мы отвечаем Дальше вопрос И все закрылось Че? И все осветилось Там был вопрос про то, что поделиться своим лингвистическим бадхертом И рассказать про особенности разговорного эврита, которые вас бесят, нравятся, обращают свое внимание Мне вот все покоя не дает Мами, Хаим Шели, Шма Ахи и классическая Е Беседер Окей То есть это тут перечислены такие обращения, которые многие люди считают фамильярными То есть маме, Хаим Шели, это переводится там Ну, в любом магазине тебе к тебе обращаются, какой ты мой сладкий Вот ты мой пирожочек Вот ты маме, это очень такое Маме это ма, слышь, ма Да, очень достаточно фамильярные такие обращения, которые сначала непривычно, а потом быстро привыкаешь Вот вопрос об этом Ну, я так скажу, меня не бесит Я сам сначала их не использовал То есть Ахи это брат То есть тут все говорят, Ахи, ну и там дальше Братишка, братишка, как дела там, в таком духе Я сейчас уже сам говорю, Ахи, в таком духе Вот, а про моток и то, что все говорят, моток, когда типа сладкий или сладкая И то есть у меня есть смешная история, не помню, может я рассказывал в одном из подкастов Но я был в качалке, я там на пиловой тренажере Смотрел фильм И там был какой-то американский фильм про тюрьму Я, значит, слушал в наушниках Там был американский, английский текст Ну, английский звук, в смысле, английские субтитры Вот, и, короче, там чувак пришел к чуваку на... А, женщина, женщина пришла на свидание к чуваку в тюрьму У них это телефон, да И он берет, типа, трубку, короче И, значит, короче, это самое На английском он ей говорит, типа Who are you? Типа, кто ты? На иврите перевод Миат моток Ты кто сладкая? То есть, почему-то переводчики решили, что в такой ситуации Вряд ли он бы не использовал слово сладкое Да, это очень хорошо говорит о том, как иврите это все используется Везде абсолютно используется Меня не бесят, мне нормально У меня немножко вот слово моток Но не в плане того обращения, как это само звучит Моток, мне почему-то какая-то ассоциация, мопед какой-то И не знаю почему Это какой-то у меня мозг немножко съехал на бекрень Вот, и меня это немножко бесит Вот, но мне очень прикалывает, как перевод имен Вот, но это же забавно, что в русском языке имена имеют другое значение То есть, допустим, лев в русском языке это лев, собственно, животное А на иврите это сердце Да Были тупые ситуации у меня с этим связаны, да, немножко? Например? Ну, типа, я говорю, я лев Он такой, лев, кмо лев? Типа, лев как сердце? Я говорю, да, лев как лев А, хорошо Вот, очень странный диалог Ну, вот, у меня тоже имя Максим То есть, это получается с латинского это как, типа, большой А в иврите Максим это как прекрасный Прекрасный Максим Да, и первое, когда я только переехал, каждый считал своим долгом Рассказать мне, а ты знаешь, что значит твое имя? И я так уже выучил, говорю, да, я знаю, спасибо Ну, у меня все эти ваши истории Просто у меня спрашивают, который час постоянно Потому что Маша, да, имя Ну, Маша А, это который час И каждый израильтянин вообще считает, что он очень оригинальный с этой шуткой И говорит, что Маша Ну, они такие, по-своему, Маша А, Маша Ну, а я оборачиваюсь, потому что я не понимаю, они меня зовут Или говорят, который час Но обычно они, типа, прикалываются Прикалываются Прикалисты Да, еще в Вароме, где ты заказываешь кофе Обычно, ну, пишут неправильно И всегда пишут Моши вместо Маши Там просто разница в одной букве Они не ставят после мем алиф И получается тогда Моши Ну, да И они вызывают Моши Я прихожу, они говорят, вы не Моши Говорю, ну, это вы Что это за осуждение вообще-то, может быть, я А посмотри, короче, когда тебе говорят Маша Который часто ему говорят Дебил оклок Ну, типа, ну, я, в общем, привыкла уже Со всем этим фамильярностям Но мне еще было тяжело Вот со всеми, когда говорят Нашамашили, хаимшили Это то, что, ну, вот, душа моя Жизнь моя Я думаю Это так много То есть это, ну, это Кому-то Непонятно, человек подкатывает к тебе Или просто общается Нет, дело в том, что всегда это говорят просто так Они не вкладывают Да, продавец Вряд ли подкатывает к тебе, там, 50-летний продавец В смысле? Нет, что ли? Нет Нет И вроде, ну, и вроде это приятно, да Ну, и мне очень нравится, когда говорят детям, например Когда мама говорит детям Это очень мило И очень трогает Но когда, ну, как бы Люди взрослые Это, ну, мне кажется, что в этой В этом словосочетании Очень много каких-то чувств Даже, ну, это очень, там Ну, может, я слишком романтизирую Но мне было с этим тяжело немного Ничего, Маша Ты справишься, мы в тебя верим Ну, я потом и вижу, что направо-налево всем горят Ну, ну, ладно, как обычно Я не его жизнь, всё понятно Я не особенная Да, как обычно Дальше вопрос Смотрели ли вы сериал Шатер Атов? А также, как вам мультики Нирвегали? Ну, Нирвегали — это очень хорошие израильские мультики Которые даже идут на экспорт В том плане, что я про них узнал За годик до Израиля минимум То есть, даже до того, как я начал учить иврит То есть, они просто упоротые Анимация из интернета Где чуваки реально делают классные и смешные мультики Нирвегали Ищите даже на русский изнарники Да, есть перевод на русский Русские субтитры И по ним очень хорошо учить иврит То есть, часто в альпанах их показывают Потому что они какие-то злободневные Они смешные И там простой иврит достаточно Да, да Так что, если вы хотите поучить немножечко А вот Шатер Атов я не смотрел Смотрел, Маш Нет, все опять исчезло Вот, но про Нирвегали Это тот мультик, который советуют всем Чтобы выучить, я хочу сказать, русский язык Иврит И он там, правда, хороший иврит Такой доступный И он достаточно забавный мультик А Шатер Атов, я слышала про него Мне кажется, даже кто-то еще написал Посмотреть, но я не смотрела Дальше вопрос Недавно вы рассказывали про Галайс И как каждый третий израильтянин употребляет А как организована продажа? Как с ассортиментом? Есть ли какие-то лайфхаки? Советы начинающим? Ох, ну садитесь, друзья Мой подкаст на 500 минут Ладно, на самом деле все достаточно просто Подкаст начинающий дилер Короче, смотрите У нас здесь есть такая система Называется Телеграс Это, по сути, чаты в Телеграме Через которых можно найти дилера Вот Ее организовал чувак по имени Амос Забыл его фамилию? Забыл тоже Который вас посадили в тюрьму Потом выпустили Его посадили в тюрьму Он уехал в Европу Он уехал в Украину Потом сбежал из тюрьмы И потом его поймали На могиле Раби Нахмана В общем, там была очень крутая история Мы рассказывали про этот выпуск Да, короче, его сейчас в Израиле судят За организацию всей этой сети Но суть в том, что она очень разветвленная И лично он никому ничего не торгал На самом деле То есть это просто серия Система чатов, где можно найти Вот То есть вы находите Заходите в один из чатов Там чат-боты разные Там вас скидает, что вам нужно и так далее Вот Особенность этой системы Можно сказать такое, что В Израиле вы натурально покупаете Траву по паспорту То есть вы пишете дилеру Он говорит Привет Ну, вы пишете Я хочу купить столько-то, столько-то Там вот Такое-то, такое Такое-то, короче Вот, типа, травы Мол, я тут-то-то-то Он говорит Отлично Пришли там свою фотографию Фейсбука Скриншот Фейсбука Фотку паспорта И там еще какие-то запросы Может, там, запиши мувик Ты что-нибудь там говоришь Вот Ты это делаешь То есть натурально присылаешь Там преступнику Свой паспорт И он тебе реально приводит Короче, травку Вот так это работает А паспорт просят, чтобы Понять, что это не мусор какой-нибудь? Ну, типа, у них есть сеть, видимо, паспортов Который вот этот Этот плохой клиент Этот мусор на устал Всякие такие вещи Ничего себе У них там своя база У них там реально база Социальные гарантии Я как раз Помню, ладно Историю для Историю льва про наркотики Короче, вот Как раз я договорился Значит, мне должны были привезти Эту самую травку Вот И Приезжает девушка, значит, на машине Она опоздала минут на 15 Я ей говорю Слушай, ну ты опоздала Так нехорошо Я опаздываю там На важную встречу Вот Короче Она такая Хорошо, давай Я тебя подвезу Запрыгивай И короче Я сажу с ней в машину Мы едем Она говорит Что-то вообще откуда Я говорю Ну вот я из России Она такая О, Россия там ужасная ситуация Там плохо Там коррупция Я говорю Да, да, коррупция Она говорит Да И там еще это Очень низкие Социальные гарантии Я говорю Да, очень плохо Там вообще Социальные гарантии Просто никаких И думаю Ёлки-палки Это В России все очень плохо Если дилерша Говорит, что в России Очень плохие Социальные гарантии Пока мы ехали На меня на курила Косяком А я ехал Реально делаю встречу Я туда приехал Блин Зачем я покурил Я же ехал по работе Ну Нормально прошла встреча Просто Как думаешь России сразу хочется Накуриться Ну типа того, да Вот такая история Действительно Вопрос Будучи в Израиле Я обнаружил Что туда приезжает Много людей На нелегальную Или полулегальную работу Есть малообеспеченные беженцы А есть состоятельные иммигранты Которые просто работают Там долгие годы Но эти люди Никогда не станут гражданами У них не будет пенсии Других бенефитов То есть все они в какой-то момент Останутся ни с чем На что они надеются На смену политики О гражданстве Или просто на удачу Я не понимаю Является ли вообще Интеграция Не граждан Обсуждаемой проблемой Это моя тема Я могу рассказать Мы когда-то даже хотели Сделать большое расследование Для Балган Ньюс Но естественно Не хватило ни сил Ни времени Ни умения Вот Но по крайней мере Какой-то материал я знаю Плюс я знаком с некоторыми людьми Да, правда В Израиле много приезжают Людей на заработки Особенно из Восточной Европы На виза То есть это там Украина, Россия, Беларусь И все вот эти вот страны Где без визовый режим Беларусь, по-моему, визовый до сих пор Возможно Вот люди приезжают как туристы Есть отдельные даже фирмы Которые занимаются переводом То есть вы даете им какие-то бабки Они у вас Покупают вам билет на самолет Снимают вам жилье нелегально И находят вам какую-то работу Официантам Мыть посуду Убирать офисы То есть какую-то низкооплачиваемую Где вы херячите по 12 часов в сутки Получаете меньшие минималки Вот, но это все равно больше Чем эти люди получают у себя на родине То есть я когда был студентом Подрабатывал в кафешке И там работала пара из Украины Которые приехали в Израиль на заработки Но здесь они пытались получить статус беженцев Хотя несмотря что они из-за Львова Вот они говорили, что вот у нас там война И мы боимся И поэтому мы приехали И в Израиле, как мы уже рассказывали раньше Есть эта мутная схема Что в Израиле не выдают всем статус беженца Вот, потому что они хотят, чтобы сюда приезжали там африканцы Какие-нибудь арабы, еще кто-то Но они дают тебе сертификат Как бы документ, что ты подал заявку И она заявка находится на рассмотрении Но это рассмотрение никогда не проходит То есть они не рассматривают их И поэтому куча людей этим тоже пользуются Они подают справку какую-то И могут еще годами работать То есть многое время украинцы получали там на 2 года эту справку Они могли 2 года здесь жить, работать Они зарабатывали деньги То есть конкретно эта семья Они решили заработать денег Чтобы вернуться обратно в Украину Купить себе там квартиру, например То есть поэтому они много работали Они работают хорошо Они работают лучше, чем 99% израильтян Потому что израильтянам похер на эту работу Им абсолютно плевать Вот, а здесь люди приезжают именно заработать Поэтому многие работодатели, наоборот, ищут таких мигрантов Потому что им нужно платить меньше Работают они лучше И пожаловаться они на тебя не смогут Да Третий вариант Вот, и с африканцами плюс-минус та же ситуация То есть людям приходится Многие здесь сюда приехали там беженцы Которые там не из Украины Не могут вернуться обратно И поэтому они вынуждены здесь выживать И перебиваться чем-то Да, у них не будет пенсии Никаких социальных выплат Они просто пытаются выжить Поэтому что есть, то есть Да А тебя скажу, что вряд ли эти люди планируют Свою старость там и пенсии Там вот все эти социальные штуки Беженцы, которые из Африки, скорее всего Уехали от совершенно жесткой системы Им нормально здесь Люди, которые приезжают из Украины и Белоруссии Чаще всего приезжают на время Они приезжают, заработали, вернулись То есть, ну, такое То есть у них нет планов здесь получать пенсию Да, есть, допустим, много рабочих из Грузии Которые получают легальные рабочие визы Они приезжают здесь на заводы Они работают там полгода Зарабатывают какие-то деньги И возвращаются обратно Да, да, да И китайцев у нас тоже много завозят теперь Дальше здесь комментарии К нашему обсуждению про Юлю Цветкову Что лично мне важно, что люди выходят Даже в других странах Об этом нужно говорить Думаю, пикет в других странах В первую очередь поддерживает людей здесь Может даже в тупую, давая надежду Что может быть по-другому Возможно, это поддерживает саму Юлю Я могу только отстаивать и говорить о феминизм Сексизм и ЛГБТ-сообществе Только среди знакомых и друзей У меня пока не хватает сил выходить на улицу Мне страшно Прекрасно вас понимаю Ну, надеюсь, поддерживает То есть я надеюсь, что хоть как-то Кого-то морально поддерживает Если так, то все эти пикеты не зря Вот, я еще хотел сказать Мне рассказали, что проходят митинги в Тель-Ви Были в поддержку политзаключенных в Беларуси То есть местная белорусская диаспора Выходят на митинги, чтобы поддержать Потому что там скоро выборы президента И Лукашенко решил в стиле Биби Только не очень законно Тоже убрать конкурентов И просто позвать их в тюрьму Ну, вот не в стиле Биби все-таки Ну, Биби устраняет легально конкурентов А Лукашенко не очень Да, был 17 июля протест Да, 17 июля был на площади Был митинг, где местные как раз Больше они как раз не пытались Распространить это среди всех израильтян Они больше вышли поддержать именно Вот белорусов в Беларуси Показать, что здесь тоже люди переживают И будет у них еще митинг в августе По-моему, четвертого, если не ошибаюсь Вот, так что, если вы хотите поддержать Поддержать белорусов в Израиле Приходите на митинг Вот Да, там в ивенте все по-белорусски написано Черт возьми Ни белорусам не рады Да, и вот девушка, которая с комментариями Например, Люд Цветкова Еще пишет Она с нами прям в новую идет Она пишет про фильм Заполнить пустоту Ого Комментарии Это очень круто Респект Да И пишет, что еще больше убедилась Что религиозный мир Очень далек от меня Но я с интересом изучаю И наблюдаю за ним Как в зоопарке Про как в зоопарке Мне не так нравится Но очень нравится Что вы идете с нами в ногу Это очень клево Спасибо огромное Это мы очень ценим И есть вопрос Который появился буквально 20 минут назад Что должен сыграть басист Чтобы под него сплясал танцор А бизнесмен заплатил за это зрелище Кучу денег Лучше ответить действием Макаратон Не знаю Вальс Это какая-то загадка Это ты загадываешь загадки патронов Теперь патроны нам загадывают загадки Да, это месть, Лев Сам разбирайся, на Сам разгадывай эти загадки Что? Я беру лишнюю минуту Можно звонок в другу В другу, блин Господи Да, не знаю Кто-то писал комментарий на ютубе Что зашел Адам Бенезера Вот я тоже вообще Мой любимый джазмен Короче, у меня нет На что должен Выпустить басист Короче, я надеюсь Что басист должен Сыграть хорошую музыку В общем, как я Простите Вырежем на монтаже Нет, ладно Короче, я хотел прочитать Пару комментарий с ютуба Которые мне запали в душу Во-первых Нас поправили Что женщинам не запрещено Возлагать тфелин Мы говорили, что запрещено В прошлом выпуске Просто это не особо принято Ну, хорошо Просто я ни разу не видел Чтобы женщина Трогала тфелин Как бы, скажем так Кроме того тфелин И люди, которые предлагают Здесь есть Которые предлагают Надевать тфелин Другим не раз Не подходят Женщинам Хороший вопрос Возможно, вы правы Не уверен Да Еще такой комментарий Слушаюсь с удовольствием И друзьям пересылаю Мне 63 года Я пенсионерка-студентка Ольга Райнов Респект вам дичайший Мои родители не слушают Наш подкаст Мои тоже А мои слушают Привет Мама и папа Но они о нем и не знают Мои знают В общем Спасибо Покажите, пожалуйста, подкаст Машиным родителям Нет Чтобы они тоже увидели Не надо Что за мужское государство Второй вопрос Уже давно смотрю вас И не могу понять Почему вы до сих пор Не популярны У нас тот же вопрос Потому что Маша не показала Своим родителям Маша не показала родителям Маша не пущет Про нас свои stories На своем инстаграме С миллион подписчиков Вот Поэтому не популярны Поэтому, пожалуйста, расскажите Вы своим друзьям Чтобы они знали Про наш подкаст Мы стали популярными И вы тоже Да Как вы отвечая на вопрос Меня попустили Вот непонятно Мы отвратительны, Маша Поэтому я не расскажу О вас в stories Ты про себя расскажи Про нас то что Друзья, спасибо Огромное За ваши вопросы Да Спасибо всем подробным Кто у нас подписывается Очень большое Так Давайте сегодня Про музыку Расскажу вам Про группу Которая наткнулся Очень случайно Группа называется Лара Сноу И немножечко Расскажу Во-первых Поздравляю всех Жителей Кто нас слушает В России И в Украине Что у вас теперь Есть Spotify Нормальный сервис И у Маши Он тоже есть Теперь вы можете Слушать наш подкаст Я, если честно Я его просто скачала Я просто скачала Друг не хватит И все так ломанулись Скачивать Я думаю Вдруг они закроют От ворота Я решила Я скачаю Пусть лежит Сейчас времена Нестабильные Вот Преимущество Огромное Spotify Многие Пользуются именно Этим приложением Потому что там Хорошие рекомендации Вот И собственно Я тоже Пользуюсь часто Рекомендациями Слушаю новую музыку И там услышал Группу Лара Сноу И добавил ее к себе И забыл про нее У нее очень много музыки Иногда я слушаю Один раз И потом дохожу Через полгода До этих песен И потом я начал Залез в какой-то Плолист израильской музыки И нашел эту песню Что она мне добавлена И я удивился Потому что я никак Ее не ассоциировал Вообще с Израилем Вот Лара Сноу Это дуэт Поет Валерий Шерман Собственно Это ее псевдоним Лара Сноу И помогает ей С музыкой Йонатан Хапрак Хапрак Извините Вот Это такой электропоп Вот Они делают Они очень хорошо Выстрелили в Израиле Они начали выпускать Несколько синглов Они хорошо засветились Они получили Очень хорошую прессу То есть И Spotify Начал их везде Продвигать То есть Spotify как работает Он добавляет тебя В какие-то рекомендации Тебе начинают знать люди Они слушают Дальше ты как бы Продвигаешься И Остаешься популярным Они начали гастролировать Они очень хорошо Их приняли в Берлине И они остались там жить В общем-то То есть Группа из Тель-Авива Но уже сейчас Живет в Берлине Там записывают музыку Вот И они выпустили Ипишку Delete Forever Вот Там По-моему Шесть песен Все очень Очень качественное Очень круто Хороший Хороший такой Электропоп Причем он Такой очень спокойный Размеренный То есть Он немножечко похож на Лану Далерей На какую-нибудь Лорди А по вокалу Очень похоже Не знаю Если вы слышали группу Старую Вероникас Где Близняшки пели Это была очень популярная Группа Это была очень популярная группа В 2000-х годах Они прямо Из каждого утюга Играли Приятная группа Поставлю вам Трек Вот их Который мне очень нравится Вот Надеюсь Вы тоже зацените Так что Все песни вы можете послушать Есть плейлист Для Spotify Теперь все могут Использоваться Spotify Можете послушать там его Все Все треки Которые звучат В подкастах И плюс Есть плейлист На YouTube Вот Спасибо Огромное, друзья Да Новостей было мало Но мы трепались Как обычно Больше часа Вот Надеюсь вам понравилось Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Поддержите нас на Патреоне Спасибо Огромное Всем нашим патронам Вас много Вы растете И мы растем вместе с вами Мы стараемся Работаем над собой Вот Да Да Пока Услышимся через неделю Все Пока-пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok